Кубаком постараться ситуацию удержать. Так губернатор подытожил экстренное совещание, посвященное Яровому, жители которого мерзнут в домах уже несколько суток. Срочные меры поздним вечером вынудили собраться главу региона, министров, а еще прокуратуру, МВД и даже ФСБ. Заседание было закрытым. Главный итог – смена эксплуататора котельной. Отстранить сегодня эксплуатирующую организацию и организовать эксплуатацию этого имущества, фактически теплообеспечение всего города силами других организаций или другой организации, которая на это имеет право. Такой организацией является МУП ЯТЭК. Эта организация заведовала котельной прежде. И, как говорит Сергей Узлов, директор, эксплуатирующей до вчерашнего вечера организацию УИТЭК, после МУПа требовался масштабный ремонт ТЭЦ. И они его начали с ремонта котла номер 10, а на следующий год планировали полную реконструкцию. Но, пожалуй, главная претензия к ним возникла из-за угля, а вернее его недостатка. К началу зимы на ТЭЦ не было минимального запаса в 6,5 тысяч тонн. Может быть, он и был бы, если бы у УИТЭК были деньги, утверждает Узлов. Мы не можем получить кредитные линии на закуп этого самого угля, за который нас ругают. До сих пор этот самый уголь я покупал на свои личные деньги. Мы договорились с банком. Но банк не может нас кредитнуть по одной простой причине. Иск прокуратуры к нам. Мы 3 сентября подписали мировое соглашение, а 5 сентября прокуратура Славгородского района подает на нас иск в суд о неисполнении этого самого мирового соглашения. Компания планирует обращаться в суд и, несмотря на ЧАЭС, работать дальше. За последние сутки в Яровой отгрузили несколько тысяч тонн угля, в том числе из резервного запаса. Скоро должны привезти еще 6,5 тысяч тонн, заверяют в ЕТЭК. Как в его, по сути, частную котельную должен прийти работать МУП ЕТЭК, пока никто не придумал. Давайте предоставим это не нам с вами рассуждать, а решать судам, юристам, разбираться. Анастасия Драган, День с толком.